Всем привет! Новое видео на канале и сегодня мы поговорим об этом интересном телефончике. А почему он интересен? Потому что телефон 2018 года и это Xiaomi топ за свои деньги. Давайте начинать. Поехали! Первое, что хотелось бы сказать, это я, если честно, как бы офигел от того, как круто работает камера в Mi 8. Я давненько не пользовался телефонами от компании Xiaomi и тут появилась возможность потестировать. Пришел человек покупать, соответственно, вот этот телефончик, ну, посмотреть точнее к покупке он готов, но он почему-то купил Redmi Note 10 не Pro и сейчас его продает обратно для того, чтобы прийти и купить Mi 8. То есть в свое время, в 2018 году, это было флагманское решение с хорошими техническими характеристиками, с 845 снэпом, с AMOLED-экраном, с офигенной камерой, с 6 гигами оперативки. И тут я понял, я тут прозрел, просто прозрел. Друзья, вот это вот, по сути, iPhone 10. iPhone 10, который на Android с двумя симками, с хорошим AMOLED-ом, действительно, с рабочим Always-On-дисплеем, с офигительной камерой, которая делает фотки и видео лучше, чем делает их iPhone 10. Ну, окей, видео может быть не очень, но фотки делают точно лучше, чем iPhone 10. Даже во всех режимах, даже в портретном. Вообще офигенно. Если сомневаетесь, то посмотрите, друзья. Если у вас есть у знакомых Mi 8, попросите, чтобы он вам прислал фотографии. И мне просто, если честно, как бы, ну, я не знаю, как скинуть, точнее, я знаю, как скинуть фотографии, как бы, я просто не хочу заморачиваться и перекидывать фотографии. Но я вообще прозрел. Тупо, 18-й год. iPhone, ой, точнее iPhone, я его и называю iPhone Mi 8. Почему? Xiaomi Mi 8. Офигенный, топовый смартфон в стекле, с AMOLED-ом, дабы-ушка. Кстати, можно найти новый. Я начал гуглить, и, естественно, можно купить новый телефон. Но, друзья, мне помнится, Joom или как-то назывались приложухи китайские. Скажите, китайские это те магазины, которые попытались выйти на российский рынок. Там Mi 8 откусывали, по-моему, то ли по 10, то ли по 11, то ли по 8 тысяч. Я не помню где, но, короче, это делали действительно по офигенным ценам в свое время. Можно было купить этот телефон и вообще, внешне. Давайте посмотрим на него внешне. Посмотрите на этого красавца. Он поддерживает. Тут можно настроить, понятно, будет другая немножко. Поддерживает. И сейчас на нем установлена Mi 8 12. Офигенный супер обои. Я действительно давненько не брал в руки телефоны от компании Xiaomi. И я реально прозрел. Я офигел от того, как здесь все офигенно и похоже на продукцию от компании Apple. Я последний год просидел на Huawei, а до этого, точнее на Honor, но это одно и то же. А до этого были айфоны, а до этого были самсунги, а до этого был пиксель. И если честно, я просто офигел от того, как же все-таки здорово снимает камера у этого телефона. И если еще учесть, что этот телефон 2018 года, TikTok, да, TikTok здесь установлен. Как бы это очень круто и на самом деле это офигенно. 6 гигов оперативки после оптимизации, после настройки и всех пирогов он будет работать очень шустро. Сейчас он скинет на заводские настройки буквально несколько часов назад. И выключен и поставлен на витрину обратно. Батарейка. Что по батарейке? Ну, смотрите, друзья, было устройство, батарейка, аккумулятор, аккумулятор показывает 87% у нее срок жизни. Кого-то напряжет вот такой вот сканер отпечатка. Это просто тупо, просто слизаная iPhone 10. Просто тупо слизаная iPhone 10, друзья. Везде, во всем, в камере, в передней панели. Единственный сканер отпечатка пальцев на задней стороне. Просто его, как сказать, ну, понимаешь, что это не iPhone 10. А так, если бы не было сканера, это было бы тупо десятка. Просто тупо десятка. Что у нас там? Приложение Facebook. В общем, это все, конечно же, удаляется, все настраивается. И я, если честно, не мог понять, как происходит у нас сейчас, если у нас вот так. А, ха, друзья, вообще изи, да? То есть, если мы что-то открываем, телефон, там, понятно, игры. И потом это делаем вот так, то это можно все убрать. Это в настройках просто работает, да, друзья? Открываем сообщения, открываем эти штучки. Это гейм-центр. Я открыл, короче, отмена. Окей. И все, отсюда можно отменовать. В общем, я серьезно, я с телефона, если честно, как бы, ну, я просто офигел. Я просто офигел. Да выйди ты отсюда, наконец-таки. Facebook вообще жестко, конечно, спамит. Сразу надо удалять приложение. И ничего с ним не надо делать. Ни в коем случае его не надо оставлять. Если честно, я захотел себе такой телефон, потому что потестировать ее я просто реально офигел с возможностями видеозаписи. Даже после Honor V30 Pro. Ребятушки, ну, самсу этот, как у Xiaomi, действительно топ за свои деньги. По ссылке видосов. Попытался найти. Можно купить новые. С рук новые продают в среднем 15. На нет, 15 нет. В среднем 20 запакованы. В магазинах иногда 23-25. Да, друзья, это телефон, который может тягаться с десяткой. И он вам даст вторую симку. Лучшая AMOLED технологии. Но это Android. Поэтому многие до сих пор покупают десятку. Потому что она сейчас каких-то конских бешеных бабок стоит от 20 до 30 тысяч рублей. Неоправданно дорого. Ничего, кроме экосистемы Apple, в том телефоне нет. iPhone 10, он уже, он клевый. Он офигенный. Но он уже реально устаревший. Здесь вы получите больше. Как минимум, вы получите вторую сим-карту. Да, здесь нет iOS, это Android. Но, друзья, к этому можно привыкнуть. И он действительно делает... Это хороший, красивый экран. Он действительно делает классные фото и видео. На него можно поставить Google камеру. И я, на самом деле, немножко как бы даже захотел попользоваться таким телефоном. То есть, конкретно этой моделью. Mi 8, именно Mi 8, не Mi 9. Mi 9 уже немножко как бы испортили. Mi 10 такая моделька, которая, ну, скажем так, она не очень была популярна. И действительно... Точнее, она очень была популярна. Но в наших краях даже булочку купить очень сложно. Потому что либо никто не продает, либо нету. По крайней мере, в моем регионе, где я живу. Что вы думаете по этому поводу? Главный посыл видоса в том, что надо не бояться покупать флагманы прошлых лет. И тому пример Xiaomi Mi 8. Еще раз, на живом примере человек купил новинку. Средний бюджетный телефон от компании Xiaomi Redmi Note 10. И его не устраивает. Он хочет вот эту вот стеклянно-металлическую классику. Которая классно фоткает. У которой в свое время был топовый процесс. Который будет держать еще очень много всех вас всевозможных игр. Повседневные задачи будут выполняться. Достаточное количество оперативной памяти. 6 гигов. То есть, это не в каком-нибудь самом А52 Samsung. Где действительно 4 гига и система лагает. А здесь все-таки настаиваешь на себя. Красиво. Тут есть супер обои, как в пикселе. Почти iOS в виде андроида. Все то, что вы любите, друзья. Вот такой посыл. Надо не стесняться покупать флагманы прошлых лет. Иногда их получается купить только БУ. Ну, не взять их, купить новые. Ну, и за новые 20 тысяч. Не знаю. Дал бы я за такой телефон 20 тысяч. Сколько вам получается? Два года пролежал в коробке. Он вообще заведется. Серьезно. Это законно. В общем, такие, друзья, дела. Ставьте лайк, если информация была полезна. Два дизлайка, если мне понравилось. Пиши, Дональд Дак, если досмотрел до этого момента. И обязательно напишите свое мнение в комментариях, дабы я понял, интересен вам такой контент или нет. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.